15 ноября для четвероклассников первой школы в Историко-Краеведческом музее прошли народные игры. Мероприятия такого рода проходят совместно с уроками «Живая Рось», а цель таких занятий направлена на изучение жизни наших предков. На этот раз школьники были освобождены от теории. Праздничные повседневные народные забавы только на практике. Поучаствовать в играх мог каждый желающий. Первыми продемонстрировали свою богатырскую силу юноши, соревнуясь в петушиных боях. Раз, два, три, поехали! Бирюльки – так называется увлекательная и интересная народная забава. Правила игры довольно просты. Различные фигурки высыпаются на стол, а далее нужно вытащить каждую палочку так, чтобы не задеть соседние. Благодаря коллективу музея дети могут наглядно изучить быт и забавы предшествующих поколений, посмотреть на то, как они жили и окунуться в прошлое. Мне больше всего понравилось играть в «Золотые ворота». Это была очень интересная игра. Мне очень понравилось прыгать в мешках. Мне больше всего понравилось, когда мы прыгали на одних ногах и толкались плечами, мерили силу, кто сильнее из мальчишек. Бег в мешках, «Золотые ворота», «Карусель», «Бирюльки», «Петушиные бои» – во всех этих играх дети участвовали с большим удовольствием. Также школьникам выпала возможность поиграть на народных инструментах и организовать небольшое выступление. По завершению активных игр в честь минувшего праздника «Синечкин день» для детей был подготовлен мастер-класс. На нем ребята смастерили из соломы символ оптимизма и принятия жизни птичку-синечку. Мне очень понравился мастер-класс, когда мы плели птичек. Они получились очень красивые, у каждых разные. Такой досуг у детей вызывает большое количество положительных эмоций. Игровая форма как никогда лучше позволяет детям приобрести как новые знания, так и хорошее настроение.